Всем привет, я Элли Ди и сегодня я начну готовиться к появлению еще одного питомца. Буду распаковывать и готовить аквариум. Это аквариум Трио Линейка Дисней. Он есть в двух вариантах, в поисках Немо и Русалочка. Я распаковываю именно Немо, а аквариум с Русалочкой вы можете выиграть в творческом конкурсе на моем канале. Участвуйте! Что у меня здесь есть? Прежде всего это стартовый набор для начинающего. Здесь аквариум и кое-что к нему. Он в стиле Дисней, а именно в поисках Немо. Да, очень интересный, яркий. Сейчас будем все доставать. Давайте начнем. Так, я еще помимо аквариума еще здесь купила, но это вы увидите дальше. Начнем с самого аквариума. Так, первое, что я здесь вижу, он такой довольно-таки увесистый. 6 килограмм вроде бы он весит. Первое, что у меня здесь есть, это инструкция по применению. Буду к ней обращаться периодически в этом видео. Дальше сам аквариум. Так, ну что, будем доставать аквариум. Наверное... О, нет, здесь еще есть вот такая коробка. Так, что здесь? Давайте ее посмотрим. Это адаптер. Вот так он выглядит. Сейчас он нам не понадобится. Нам надо достать сам аквариум. Поэтому... Так... Так, секундочку. Давайте я сначала поставлю аквариум сюда, потому что здесь еще у меня грунт. Он очень тяжелый на самом деле. Просто невероятно. Из-за него была такая тяжелая коробка, в общем. Я в шоке просто. Все, больше здесь ничего нет. Пусто. И коробочку... Я положу вот здесь. Так. Теперь наш аквариум. Аккуратненько. Ставлю его сюда. Так. Снимаем. Ух ты! Какой красивый цвет! Что это у нас? А это наклейки. Наклейки. Видно для аквариума. Но, если честно, я ими пользоваться не буду. Потому что... Ну, просто считаю, что... Лучше я буду наблюдать. У меня больше будет площади для наблюдений за рыбкой. Непосредственно. Так. Что у нас здесь внутри? Здесь тоже что-то есть. Первое, что я достаю отсюда, это... Декорация для аквариума в виде такой вот длинной водоросли. Будем ее тоже использовать. Давайте так, еще что здесь есть. Так. Это у нас от ударов. Так. Так, так, так. Как мне достать эту коробочку? О, отлично. Что это у нас за коробочка? Давайте посмотрим. На этот случай у меня есть ножницы. Здесь должна быть декорация в виде рыбки из мультика. Вот она. Давайте посмотрим. Вот такая декорация. Я, наверное, ее использовать в аквариуме не буду. Вот что я думаю. Ну, по крайней мере, сейчас посмотрим, как я все расположу там. Просто она будет занимать значительное пространство. А у меня есть планы на то, чтобы там поставить именно пещерку. Ну, короче, немножко другие планы. Но давайте посмотрим, собственно. Но в любом случае, если что, эта рыбка всегда у меня будет в кадре. Очень классная. Так сказать. Давайте я ее пока вот сюда поставлю. Так. Еще одна там коробочка. Это фильтр, да. Я вам скажу честно. Это мой первый аквариум. Вообще первый. Абсолютно. Я мало что в этом понимаю. И руководствоваться буду только вот этой инструкцией, которая здесь, собственно говоря. В общем-то, сейчас будем собирать. Что это за аквариум? Аквариум на 20 литров. Он имеет две функции. Функция дневного света и лунный свет. Прикосновением к крышечке можно менять. Но сейчас еще ничего не подключено, поэтому ждите. Сейчас будем подключать. Вот здесь уже установлено освещение. И, соответственно, вот такая крышечка с отверстием, соответственно, чтобы покормить рыбку. Так, давайте снимем наклеечку сразу. Да, Джинка, здесь будет теперь жить рыбка. Так, что мы должны сделать сначала? Как сказано в инструкции, надо все, что мы готовим для того, чтобы погрузить в этот аквариум, должно быть промыто. без каких-либо химикатов. Что я сейчас буду мыть и что будет здесь в аквариуме? Сначала будет лежать вот такой грунт. Он достаточно такой крупный. Это камушки красные, малинового цвета и салатовые. Мне кажется, очень такое красивое сочетание. Сверху будет такой вот небольшой слой камешков поменьше. Разноцветных вот таких. Тут и ярко-розовые, таких кислотных оттенков. На упаковке написано, это лагуна, аквариумный грунт. Лучший выбор для декорирования вашего аквариума. В общем-то, это натуральная смесь карамель 3-5 миллиметров. Вот. Будут следующие декорации. На дне будут лежать вот такие звездочки. Я их должна буду сейчас тоже помыть. О, это тоже лагуна, кстати. Грунт декоративный, звезда, 35-40 миллиметров. Также какие еще декорации? Стандартная декорация, которая была в наборе, конечно же. Это такая вот длинная водоросль. Я думаю, что она будет прикольно смотреться. Также вот такие будут коротенькие водоросли, которые я планирую погрузить в мелкий грунт. Вот до уровня самого растения. Посмотрим, что выйдет из этой затеи моей. А еще здесь есть очень два интересных таких растения. Они светятся в темноте. И еще, и еще я планирую сюда поместить вот такую скалу. Декорацию, так сказать, скала. Я думаю, она будет таким, как бы тоже ключевым звеном этого аквариума. Так скажем, по моему дизайнерскому решению. Но посмотрим, что из-за этого выйдет. Потому что у меня никогда не было аквариума. Я просто не представляю, что меня ждет. Так, первое, что я должна сделать, это пойти все это помыть. Перед тем, как запускать сюда рыбку, нужно дать поработать фильтру в этом аквариуме примерно 12 часов. Поэтому сейчас я соберу, запущу. Еще у меня есть вот такой сачок. Так, ну, собственно, вот такой сачок для аквариума. Что мы сейчас будем делать? Это засыпать сюда грунт. Сейчас будет самое интересное. Мне надо работать с сачком. Я правильно понимаю? Я просто... Я просто не знаю. Это мой первый аквариум, ребят. Ребят, у кого есть уже дом-аквариум, живут обитатели, пожалуйста, напишите какие-то советы в комментариях. Мне очень понадобятся ваши советы. Ой, мне кажется, это маловато как-то. Надо, наверное, еще подсыпать сюда камешков побольше. Да, точно. Посмотрите, я на дно добавила крупных камушков в самый центр. Посмотрите, как красиво получилось. И теперь площадь, где я смогу разместить всякие декорации, теперь вот такая стала побольше. Так, приступим что ли дальше к декорированию теперь. Так, теперь нам надо установить фильтр крепления, которые позволяют фиксировать саму трубку вот так вдоль. Так, затем трубочку вставляем сюда аккуратненько. Так, ну вот. Собственно, нам осталось только подсоединить вот сюда и в розетку. Но у нас еще не все подошло к концу. Мы не все, не все декорации сюда поместили. Так, теперь пещеру. За пещерой, наверное, должно быть длинное растение. Я так понимаю, что оно в воде поднимется. Вот эти вот стручки. Так, как это выглядит? Вроде хорошо. Так, продолжим. Что у меня здесь еще есть? Еще есть вот такие маленькие кустики. Так, я решила вот эти маленькие кустики переместить в центр, чтобы немножко прикрыть фильтр, а в освободившийся угол поставить светящиеся растения, которые светятся в темноте. Ну вот, я все опять переставила. Одно светящиеся растение поставила сюда, второе вот здесь с розовым цветочком. Еще у меня есть звездочки декоративные разные. Вот прозрачную, наверное, не буду, потому что ее, наверное, не будет видно. Возьму самые яркие. Красная сольется. Так, вот ярко-синяя. Голубая сейчас, короче, смотрите. Также у меня есть здесь вот такое украшение якорь. Последний вот сюда добавляю якорь. Зарываю его так. И пойду наливать воду. Сейчас, в общем-то, вы сами все увидите. Больше аквариум двигать нельзя. Я его никуда не несу. Вода сама сюда сейчас придет. Итак, сейчас будем наливать воду в аквариум. Так, начинаю наливать воду. Так, как мне это аккуратно сделать? Смотрите, как Джина смотрит. О, нормально, если я так буду лить. Аккуратненько, по стеночке. Мне кажется, все будет хорошо. Мне нужна еще порция воды. Аккуратненько. И еще нужна порция воды. Так, я наливаю воду ботилированную. Нужно налить столько воды, чтобы сверху осталось 3 сантиметра. Так, еще пойду за водой. Так. Далее наливаю. Вот, кажется так. Я выключила свет в комнате, чтобы лучше было видно. Это дневная подсветка, как вы можете сейчас видеть. А это подсветка лунный свет. Ну вот, я и собрала аквариум. Теперь должно пройти не меньше 12 часов, прежде чем я сюда заселю рыбку. Ну а влог о том, как я покупаю рыбку и переселение, смотрите скоро на моем канале. Подписывайтесь и ставьте пальчик вверх.